ВООБЩЕ В ПРИНЦИПЕ ВООБЩЕ В ПРИНЦИПЕ существование, скажем так, тех пространств очень долго вызывало недоумение, потому что меня очень-очень долго, много раз выбрасывало в разные места. И был такой момент, что каждый раз я был уверен, что теперь я уже точно все знаю. И там три месяца спустя, вот теперь я точно все знаю. А потом в какой-то момент понял, что нет, наверное, там невозможно, скажем так, изучить все локации, абсолютно невозможно. Вот, уже какая-то другая пошла игра. Был у меня такой опыт интересный. Я оказываюсь в определенном пространстве, не помню, там то ли коридор, то ли что, и упираюсь в лифт. Захожу в этот лифт и посмотрю на кнопки, и у меня получается до минус 27 уровня и до плюс 27 уровня кнопки. А там специфика восприятия своя, то есть ты когда на что-то наводишься, ну, вниманием, скажем так, ты сразу познаешь суть этого. Ну, то есть в моем, по крайней мере, случае. И получается, что я только вот, ну, понимаю, что это мне может дать, скажем так, да, а я, ну, из крайности в крайность всегда. Соответственно, я такой сразу клацаю, я был сейчас с одним человеком, то есть живущим, живым, своим знакомым. Вот, и я сразу тыкаю кнопку минус 27, думаю, ну, если смотреть, то уж совсем крайнюю, скажем так, реальность. Вот, и мы начинаем опускаться, начинаем опускаться, опускаться, опускаться в этой кабинке лифта. И чем ниже мы опускаемся, ну, опять-таки, это очень условно, тем пространство становится более такое, как кисель, то есть оно как загущается. Вот, и прям вот движение становится уже в тягость, все вот, какая-то такая вот инертность появляется. И открывается дверь лифта, и там какие-то, их даже монстрами не назовешь, какие-то существа, которые очень были удивлены, во-первых, моему появлению, нашему. Вот, а во-вторых, да, для нас, вот для нашего уровня восприятия их можно назвать какими-то, так сказать, демоническими, что ли, потому что там ничего о добрее созидания не было. Вот, но это другой просто мир, то есть это тот мир, который, ну, не наш, там другие законы, другие правила. Вот, и они, соответственно, с такими глазами кинулись к этому лифту. Я кое-как вот, как будто преодолевая какую-то плотность, как вот замедленная съемка, дотянулся до кнопки закрывания двери, то есть мне хватило, просто вот как будто меня в кисель окунули. Вот, ну, причем я понимал, что я, я не санкционированно к ним фактически попал. То есть это мое любопытство, моя дерзость, вот, я к ним попал не санкционированно, и, ну, не то, что не имел права этого делать, но любые последствия, которые бы я там слопотал, они, как бы, это была чистая моя ответственность. Вот, соответственно, мы уезжаем с этого этажа, вверх почему-то в тот раз, именно в тот опыт я не поехал, вот, хотя осознанность была достаточно хорошая, вот, но именно это вот одна из крайних, скажем так, реальностей, которая максимально отличается от нашей, там не было ничего, то есть там были сущности, населяющие это пространство, но там не было ничего схожего с этой жизнью, ну, то есть вообще ничего, ни семей, ни карьер. Ни путешествий, ну, то есть там совсем была другая жизнь, скажем так, вот. Были реальности, в которых, в принципе, я вступал во взаимодействие с сущностями, и мне предлагали там остаться, то есть абсолютно непринужденно, абсолютно, вот тут как раз-таки сущности воспринимались очень доброжелательно, очень гармонично, то есть ты с ними общаешься, и, ну, вот, один конкретно могу привести пример случая. Вот, с женщиной долго-долго разговаривали, общались там больше по ее, скажем так, тому, как устроен и ее мир, в котором она была, вот. Вот, и она, если мне память не изменяет, она меня именем, по-моему, называла каким-то, ну, не тем, который меня сегодня любит, но могу ошибаться. Вот, и она такая говорит, так непринужденно, говорит, хочешь, оставайся тут. Я такой сразу, раз, я такой, в смысле, оставайся? Ну, нравится, говорит, вот этот самый, говорит, оставайся. Я такой, а что будет с моим телом? Она такая, а, нет, я сам предполагаю, я говорю, или она сказала, не помню точно, короче, говорю, констатирует смерть во сне? Она такая, ну, скорее всего, да. Ну, то есть для них это так нормально, вообще, вот этот вот переход туда-назад, на постоянку, оставайся. А я же не рассматривал этого варианта. И тут же получается, что я начинаю осознавать мгновенно реалии того мира, да, все, чем-то можно заниматься, ради чего-то можно остаться, какие-то перспективы ждут. Там тоже все кардинально отличается от нашего мира, очень сильно. Вот, и в то же время тут же начинаю бешено просто скучать по родным, по близким, по своему образу жизни, который до этого момента мне абсолютно привлекательным не казался. Ну, скажем так, да, не задумывался на эту тему. И я однозначно такой говорю, нет, говорю, пока нет точно, ну, как бы не хочется мне. Вот, то есть много разных было ситуаций, в результате которых, исследуя, 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 исследуя эти реальности, да, пространство, как хочешь можно сказать, ты понимаешь, что наша, она одна из, во-первых, да, во-вторых, она самая, так сказать, инертная, плотная, ну, это мое личное понимание, в каком аспекте. Там мгновенно материализуются твои мысли, ты, соответственно, посмотри, ну, ну, все по-другому, это не то, чтобы сложно объяснить, но это требует времени. Вот, здесь эту реальность я воспринимаю как тренажерный зал, как тренажерный зал, в котором для меня лично в моей интерпретации время, инертность, слова инертность, время, плотность, это практически синонимы. То есть именно в контексте того, как я их использую, да, то есть для меня эта реальность, это некая тренировочная площадка, я не знаю, как в спорте, там, можно сказать, да, там, прежде чем ехать на Олимпиаду, ты долго тренируешься в спортзале. А у нас, получается, день-ночь, день-ночь, явь-нафь, явь-нафь, то есть они чередуются. И получается, что вся событийность, которая у нас здесь происходит, она сначала происходит там, просто, ну, с моей точки зрения, люди просто об этом не помнят, то есть нет достаточной осознанности, чтобы об этом помнить. А там она происходит именно за счет мыслительной деятельности, за счет устремлений, за счет намерений, то есть вот те намерения, которые, ты сам, тобой тут движут, скажем так, да, вот. Там ты это создаешь, ну, можно сказать, ночью, да, просто у кого-то есть осознанность, у кого-то нет осознанности. Вот. А здесь мы потом просто получаем, как бы, следствие своего выбора там. И здесь мысли не материализуются мгновенно, и за счет этого пространство прощает ошибки. То есть не так, что ты подумал о слоне, и он свалился, и все, капец, воплощуха закончилась. Вот. Вот. У меня такое понимание. То есть это как тренировочная площадка. Соответственно, я провел параллели, ну, в моей личной, опять-таки, интерпретации, что такое осознанность. Я ее там разделил на четыре категории, там, А, Б, Ц, Ц, Д. Вот. И эти категории я провел параллель с реальностью здесь. То есть человек может жить либо в одном внимании, то есть, ну, на 100% рефлекторен, да, автоматичен, как угодно. Вот. В раздвоенном, там, расстроенном и расчетверенном. И это тоже, скажем так, эта классификация, это результат огромного количества выходов, огромного количества мозговой деятельности, вот, чтобы прийти к этим выводам. И я просто понял, что эти две реальности, они как одна из другой вытекают, что ли, можно сказать, таким образом, да. Просто наша вот сегодняшняя, она самая плотная. Ну, по всей видимости, не самая, потому что вот тот минус 27 уровень был еще плотнее. Вот. Ну, вот если сравнивать две соседние. Вот. И она нам как бы дана, ну, это моя субъективная точка зрения, что она нам дана как тренировочная площадка. Просто для того, чтобы научиться отслеживать свои мысли, чувства, ну, и ощущения, да, вот эту трехэтажку, скажем так. И вот эта трехэтажка, она в каждый момент времени, ну, опять-таки, по моему убеждению, она создает эту реальность фактически. Но тут нам прощаются ошибки, тут мы можем косячить, тут ты подумал какую-то нехорошую мысль, она мгновенно не прилетает и не наносит вред, скажем так, да, а в тонком наносит. То есть это как своего рода следующий уровень плотности. Вот. Поэтому для меня изучение тех пространств, оно было поначалу, конечно, непонятно, потом очень увлекательно. Потом уже начало делиться на категории, там, вот кучка такого, кучка такого, кучка такого. Вот. Сейчас это все, ну, честно говоря, на огромный процент потеряло такой кураж, скажем так, да. Вот. Я для себя понял определенные вещи, и, соответственно, сейчас это все носит исключительно прикладной характер. Вот. То есть я в жизни столкнулся с тем, что чем больше я, то есть для меня 100% я убежден в том, что прокачивая осознанность здесь, увеличивается частота выходов, ну, время, которое ты осознанна, степень осознанности, которая, в свою очередь, позволяет тебе сделать, скажем так, ну, позволяет или не позволяет сделать те или иные вещи, там, контролировать, там, управлять и все прочее. Для меня сейчас это все возымело некий такой прикладной аспект в большей степени, чем просто туризм или какие-то там увеселительные мероприятия. Вот. То есть в какой-то момент осознанность ночью стала просто повседневностью. В какой-то момент мне даже обычные сны уже не снились. Под обычным сном я подразумеваю, когда ты спишь, и тебя гуляют пространство. Ну, обстоятельства тебя гуляют, да? То есть ты ничего не контролируешь, не управляешь и все прочее. Вот. И, соответственно, уже пошла такая информация, которая сначала я не провел в этой параллели, а потом очень очевидным стало то, что приблизительно там 14-15 дней диапазон сбывалось все то, что происходит ночью. На огромный процент. Скажем так, это касалось других людей, это касалось событийности моей собственной жизни. Вот. И я уже начал к этому привыкать. То есть меня как будто заранее. Не то чтобы даже предупреждают. То есть я бы мог сказать слово «предупреждают», если бы я это просмотрел как сон, как какой-то готовый сценарий. Но нет, я оказывался с осознанностью внутри определенных обстоятельств. И я-то понимал, что, окей, я сплю, вот он я, вот они обстоятельства. И как будто от того, как я там себя поведу, насколько, опять-таки, как экзамен своего рода, можно сказать, как я себя, вот какой я уровень осознанности уже прокачал, от этого зависело то, как я себя поведу и как обстоятельства будут разворачиваться. То есть в каких-то моментах были еще и третьи лица, скажем так, да, и там я мало на что влиял. То есть я просто созерцал, как вот с моими там условно близкими. Происходят определенные вещи. И это было настолько нелогично, это было настолько, то есть мне в это долго, не то чтобы не хотелось верить, но я не верил, что так будет, до тех пор, пока с диапазоном там две недели, грубо говоря, это не начало происходить. И начало происходить вот просто дословно. Вот прям те же самые персонажи, все то же самое начало происходить. И я как-то понял, что, ну были, кстати, вещи и не в две недели, были вещи значительно больше этот самый, промежуток времени. Тоже там есть свое, сейчас уже скачу с темы на тему. Вот, короче, был момент такой, что в жизни стало нормальным то, что за две недели тебя предупреждают, ну меня лично предупреждают о каких-то вещах, и они начали происходить. И такие случаи пошли один за одним, один за одним, один за одним. Вот. Были моменты, вот сейчас уже свою классификацию, собственно, я вспоминаю, вот, когда ты видишь очень что-то далекое, скажем так, в будущем, ну вот лично про себя, да, вот, и обстоятельства того, что ты видишь, что тебе показывают, ну что ты проживаешь там, да, они очень сильно отличаются от того, что ты сегодня видишь. И тогда не представляется возможным принести, скажем так, воспоминания, то есть ты его потом по слоям, как бы назад, когда идешь к телу, ты как бы по слоям щелк-щелк-щелк, и очень сложно сюда, на физику, в материальный мир, принести с детализацией, со всем-всем прочим, то есть если высоко, как говорится, ушел. Вот. И удается только свернуть до метафор. То есть сворачиваешь до метафорического, скажем так, смысла, вот. И вот такие вещи меня вот и за 10 лет предупреждали. То есть тогда, когда со мной это происходило, вот, я бы никогда не поверил, то есть это было совсем другое, другие обстоятельства жизни, вот. И сейчас я понимаю, что было энное количество вот таких вот метафорических, скажем так, как я их сам для себя называю, потому что по-другому не принесешь там такой огромный объем информации, и настолько отличающийся от, ну, сегодняшнего уровня сознания, можно сказать, да, вот, что это единственный способ, которым я, мое подсознание, так сказать, умудрялось это все зафиксировать. Именно фиксация вызывает сложность. Это как вспоминать утром сон. То есть ты вроде как, вот он весь, и он такой, тает, 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 бах, и схлопнулся. Так вот принести сюда, вот, оказывается зачастую очень сложно. И что? И получается, что вот сейчас меня интересует больше именно прикладной аспект. То есть то, я тренирую осознанно здесь, она возрастает там. Я тренирую ее там, она возрастает здесь. Вот эта игра, она для меня непрерывна. То есть реальности как слились, скажем так. Ну, я не могу сказать, что у меня на 100% это все хорошо получается, но на огромный процент это все одна игра теперь, ну, скажем так. То есть там была куча туристических мест, которые можно посещать ради вау-эффекта, но это надоедает. И получается, что уже переходишь, ну, лично я вот пошел уже в такую, это моя собственная игра. Как я тренирую осознанно здесь? Тренирую я осознанно здесь раздваиванием, скажем так, внимания. Это вот самый первый уровень, да? То есть опять-таки в моей собственной классификации. Вот, то есть для меня есть понятие, что, ну, условно, внимание, вот если его как за шарик представить, да, за 100%, оно, если оно одно, если оно как бы не разделено, да, не раздвоено, то ты, как сказать, ты рефлекторен, ты 100% как собачка, то есть палочкой по забору бьют, она лает, не бьют, она не лает. То есть ты ничего не контролируешь, ты ничего не можешь, нет наблюдателя, нет того, кто бы как бы извне наблюдал за вот это самое, да? Поэтому подходит абсолютно все. То есть ты можешь замкнуть пальцы и удерживать внимание, и ходить заниматься своими делами, а часть внимания удерживать на, например, соприкосновении пальцев. Мне больше всего заходит дыхание, например. То есть наблюдаешь за циклом вдоха и выдоха, именно циклом, то есть как понять, что это такое, ну, если, да, садишься в определенных обстоятельствах, где тебя никто не отвлекает, и вообще пытаешься понять, что значит замкнуть внимание на дыхание. Но это только в тех обстоятельствах, когда вот максимально сенсорная депривация, да, вот, соответственно, и понимаешь, что вот вдох, он имеет, грубо говоря, начало, процесс, 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 пик, точка, выдох, процесс, 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 точка, нижняя точка, да? И вот когда ты один цикл отследишь, потом два цикла, речь про непрерывность. И когда получается, что ты уже понимаешь, что ты можешь отслеживать там 5 циклов, 10 циклов, то есть подряд, именно про непрерывность речь. И тогда ты понимаешь, что вообще подразумевает внимание замкнутое на дыхание, ну, грубо говоря, да? А потом ты понимаешь, что а теперь выходи в мир и живи через это. То есть ты фактически выходишь, получается, и поначалу меня просто рвало, то есть я не знал определенных моментов, да, может, я их и сейчас не знаю. В общем, я делал интуитивно так, как мне шло, и я к обеду, а я настырный, целеустремленный, и я не бросал, и, соответственно, к обеду у меня просто раскалывалась голова. То есть у меня вот я настолько себя загонял, вот именно этой техникой, скажем так, да, но не бросал, как питбуль, то есть ты грызся и делаешь. Потом, ну, там, тренировки, не знаю, там энное количество лет прошло, то есть еще что-то, еще что-то, еще что-то начало получаться в конечном итоге. Вот, это именно про раздваивание, это первое, это вот первое, я ее называю точка А, точка Б, точка С и точка Д, да, вот первый сегмент – это движение между А и Б, это когда человек на 100% рефлекторен, то есть его внимание от момента открытия глаз и до момента вечернего закрытия глаз, оно одно, он рефлекторен, и тут ничего не попишешь, ну, я так, своим сленгом, вот. Б – это раздвоенное внимание, соответственно, когда человек устремляется из точки А в точку Б, есть куча, 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 куча промежуточных пунктов, где у него получается 30 на 70, 70, там, на 30, 20 на 80, да, и все в таком духе. Вот. Потом точка Б, когда человек ее достигает, пусть не на 100%, но на уверенный процент, да, вот, начинается движение между точкой Б и точкой С, то есть, соответственно, уже речь идет о расстраивании. Тогда, ну, лично в моем случае, одно внимание я замыкаю на дыхание, второе внимание я замыкаю на радость, но их надо также непрерывно держать, да, и есть еще расчетверение, это когда еще одно внимание ты замыкаешь на расслабление, то есть, вот, три точки, расслабление, радость, осознанный вдох-выдох, и, не забываем про четвертую точку, это то, в аспекте чего ты взаимодействуешь с этим миром, то есть, ты разговариваешь с человеком, ты едешь, значит, ты ведешь машину, ты что-то еще делаешь, то есть, получается расчетверение, фактически, внимания, да, и речь, опять-таки, про непрерывность, то есть, про то, что непрерывно это надо делать. Соответственно, для тренировки раздвоенного подходит абсолютно все. То есть, ты можешь сам себе придумывать якоря, там, не знаю, сжать кулак, например, и ходить, и часть внимания удерживать на сжатом кулаке, но это некая пассивная, так сказать, роль, да, то есть, это не динамика, это статика, то есть, это как бы простовастенько, скажем так, на этом удерживать. На дыхании значительно сложнее удерживать, потому что это динамика тут и динамика во внешнем, то есть, у тебя внимание на два динамических процесса разделяется, скажем так, вот. Ну вот и в таком духе ты можешь делать что угодно, то есть, ты, если ты принцип, опять-таки, этот принцип, я, наверное, сейчас его упаковываю в слова, но я до него доходил не словами, то есть, мне становилась понятна суть, а потом уже я ее вербализовал или как-то придумывал под нее какие-то упражнения, потом я зашел в книжный магазин, взял какую-то книжку по осознанности, открываю, начинаю читать, понимаю, о, круто, так есть люди, которые, оказывается, об этом пишут. То есть, я через принцип, через суть заходил, то есть, через этот самый, вот. Но эта игра очень, то есть, с моей точки зрения, поверхностной внешней мотивацией и в нее долго не поиграешь. То есть, какая бы ни была внешняя мотивация, ты загорелся, книгу прочитал, там, интервью прослушал что-то, это, мне кажется, долго не получится. Вот. В моем случае это моя жизнь, это мой путь. То есть, мне настолько кайфово и интересно, и интригует, и глаза горят, и все-все-все-все-все-все, и получается, да, что получается, что я понимаю, что это не про результат, это про путь. То есть, сказать, что вот я сейчас быстренько научусь вот этому, там, за полгода или там, за два месяца, и там, ради чего-то я это делаю, ради того, чтобы стать, не знаю, там, богатым или успешным или еще что-то. Нет, это не про это. Это путь, это сложный путь, это, я же говорю, то есть, у меня голова раскалывалась месяцами напролет, когда я, не понимая там определенной техники безопасности, ну, даже не то, что техники безопасности, ну, в общем, чрезмерно, чрезмерно окунался в эту, эту самую практику. Вот, соответственно, вот таким вот образом, как сказать, таким образом, моя реальность, она преобразилась, можно сказать. То есть, она соединила все вот эти пространства в одно целое, и теперь вот возымела такой вот характер непрерывной практики, которая и вкусна, и интересна мне одновременно. Это, я четко понимаю, что это и как это делается, но я не умею этого. То есть, чтобы полностью, я знаю, у меня получалось, почему я уверенно могу говорить на эту тему, потому что у меня получалось, просто вот не так, что вот как Монро пишет, там еще кто-то пишет, там один-два цикла сна поспать, и потом есть такая точка, где физика уже вроде как выспалась, там разная аргументация, да, и потом там 3-4 часа ночи, вот то самое время, когда там и отделиться проще всего, и энергией ты уже наполнился. Нет, я не про это. Я про то, когда вот я из бодрствования беру, ложусь на кровать, и не потеряв осознанность, то есть, ну, условно говоря, да, я отделяюсь. То есть, вот прям, про вот такой прямой, абсолютно прямой выход. Не такой, что под утро, там еще что-то. И вот, и я понимаю, что это так работает, и у меня это получалось, я знаю, что это действительно так, я понимаю, что по сути, окей, если у меня получилось там 3-4 раза, ну, это же просто навык. То есть, получается, что человек потенциально способен в любое время покинуть, ну, скажем так, своей точкой восприятия эту реальность, перейти в иную, можно так сказать, реальность, а там уже по частотной лесенке, куда сможешь, куда натоптал, куда есть тропки, куда есть навык, туда, скажем так, и заберешься. Настолько по времени, ну, там не такое восприятие времени, ну, если нашим языком говорить, тоже, то есть, насколько этот, и это навык, и получается, что для меня, вот, поэтому это, эти реальности для меня и склеились, что это, по сути, одно и то же. То, что мы этим навыком не владеем, да, окей, ну, большинство, в смысле, людей, да, это так, но я точно знаю, что это так устроено. И да, я тоже, мне еще очень долго работать над собой. Предвидение будущего через нетелесный опыт. Как это было у меня в первом случае, скажем так, в первой категории, это был, ну, достаточно сильный стресс, в результате чего неделями напролет моя точка фокусировки, внимания, она была только на одной единственной ситуации и в связи с этим на вопросе, как из этой ситуации выбраться. То есть, это была сильнейшая фиксация, просто сильнейшая. Для меня мир не существовал, для меня даже моя семья не существовала, скажем так, в тот момент времени. И это первая категория, то есть, мне показали, но опять-таки, есть определенная сложность, я уже об этом говорил, увидев то, что будет, ну, скажем так, не забыть об этом. То есть, вот не забыть, не забыть, не забыть, принести. И получается, что, ну, лично в моем случае, подсознание, я не знаю там, что там, душа подстраивается таким образом, что она вот в метафоры все это сворачивает. И получается, что не было там названий улиц или городов, или людей, через которые случится, скажем так, ситуация разрешится. Но я четко понял, каким образом, когда, нет, даже нет, когда, наверное, вру, каким образом эта ситуация разрешится, сколько людей еще будут вовлечены, и как это все, ну, это очень сложно без детализации, да, объяснить. Но, тем не менее, это очень четко мне дали понять. И вот только-только-только сейчас начинают происходить те события, которые там 4-5 лет назад мне, собственно говоря, таким образом показали. В конечном итоге я все-таки прихожу к выводу, что я это называю высшее «я», не потому, что я согласен с этим термином, как его люди интерпретируют, а потому что я всех помощников, наставников, условно говоря, все, как сказать, всех сущностей, ну, можно так сказать условно, которые благоприятно ко мне относятся, которые мне так или иначе что-то подсказывают, объясняют, рассказывают. Я их не пытаюсь делить, потому что там в тонком пространстве они и формы разные могут принимать, и что угодно. Я их просто отношусь к ним как к такой, так, вспомогательной силе, и, условно говоря, когда совсем, как это правильно выразиться, ну, значит, в какие-то моменты я упирался в то, что это все вообще «я». То есть не хочется, как сказать, ну, в общем, подымался на те слои, где в конечном итоге я понимал, что я, в принципе, творю эту реальность, это как вот змея, укусившая себя за хвост, да, ну, условно говоря. Вот здесь голова, вот здесь кончик хвоста, и она может как угодно интерпретировать этот кончик хвоста, потому что она не может отследить весь цикл, ну, грубо говоря. Вот то же самое здесь, ну, в моем понимании. То есть я условно могу говорить, что они, там, помощники, там, еще как угодно, то есть это, но в конечном итоге, скорее всего, это все мое собственное высшее «я», так или иначе, то есть я не пытаюсь детализировать, детализировать, там, что-то не имеет для меня никакого значения. Поэтому вот была такая ситуация, когда из-за стресса были другие ситуации, когда мне показывали тоже будущее, но это никак не было связано. То есть у меня есть, в принципе, мой запрос на то, как жить, чем заниматься и все прочее. И вот были подсказки, которые тоже мне там давались и 10 лет назад, и 12 лет назад. Не хочется про детали. И, соответственно, не было это связано. То есть запроса как такового, конкретного, сформулированного не было. Было исключительно общее. Вот те интересы, которыми я руководствуюсь по жизни, да, вот они меня и вели. Соответственно, там как раз-таки самый искренний интерес, он и служит вот этим навигатором. То есть не то, как карьеру построить или где денег заработать, а именно то, чем душа, как сказать, заполнена, можно сказать. Вот уже самое истинное, самое настоящее. И вот такие ситуации тоже имели место быть. Наверное, без деталей это выглядит очень. Город Крымск сносило наводнением. По-моему, 2012 или 2013 год его сносило наводнением. Ну, все знают, это известный факт. Вот у меня есть, я там документирую определенные моменты, которые кажутся важными. У меня есть, а я сам с Абинска. Абинск, это два года, Абинск и Крымск, они вот рядышком стоят. Соответственно, у меня есть записанный, задокументированный опыт, где я оказываюсь вне тела. То есть начинается все как сон. То есть я еду на машине и вроде как ничего не контролирую. Потом на меня снизходит, так сказать, осознанность. Я осознаю, что происходит. Машина тут же испаряется. Я останавливаюсь вот так на трассе. Я знаю, что я перед Абинском, там буквально за несколько километров. То есть получается со стороны Краснодара Абинск, потом идет Крымск. И мне навстречу летят машины, летят птицы, бегут звери. То есть все это мне навстречу. Прямо по трассе происходит. Я вне тела. И мне все машут, сигналят, типа беги, 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 беги. Ну то есть в обратную сторону. И птицы улетают. То есть я понимаю, что просто какой-то катаклизм, так сказать. И начинает потихонечку, потихонечку, потихонечку такой шум возникает, как грохот такой бешеный. И я в какой-то момент стою и вижу, как идет волна. Идет волна, ну не знаю, по нашим меркам метров 200, наверное. То есть в реальности она, естественно, такой не была. Но вот я про мне телеску говорю. Идет волна, и я понимаю, что да, окей, животные, может быть, на гору залезут, птицы, да, естественно, улетят. А бежать от нее вообще не имеет никакого смысла. Я стою в осознанности, идет волна, и я просто стою, вот так поднимаю две руки вверх, и понимаю, что, ну как бы с этим понты что-то делают. И, соответственно, она меня сносит. Проходит, по-моему, от силы два дня. Надо по датам посмотреть, когда у меня, каким числом записано. Проходит два дня, и Крымск сносит волной, идущей с той стороны, там ты, ну, не знаю, сколько официальная версия, там жертв на самом деле было нормально, много. И, соответственно, вот получается вот таким вот образом. За два дня до волна, стихия, вода, все сносит, разрушает, убегает. Нет этого самого, но не детально, не так вот, ну, то есть что-то отличается. Ну, 80-90% совпадений. То есть это из категории, когда запроса не было. То есть я ни о чем подобным не просил. Просто оказался в тех обстоятельствах. Но есть одна ситуация, она прям железобетонная, вот просто железобетонная. Конечно, конечно, удалось. Там человека ждали очень нехорошие, с большой долей вероятности, ждали очень хорошие последствия. Я его просто судорожно утром звоню и как бы начинаю надиктовывать. Я говорю, относись к этому как хочешь, вообще это не моя зона ответственности. Я тебе выдам вот этот импульс, а дальше все, я умываю руки. И потом он мне звонит вечером и говорит, блин, если бы ты этого мне не рассказал, то с сегодняшнего дня моя жизнь пошла бы по другому вектору. Это была ситуация, что это был очень близкий мне человек, друг мой. Соответственно, у нас огромный процент, ну, как можно сказать, духовная близость. То есть у нас очень много общего в жизни, у нас очень тесная дружба. И, соответственно, он важный персонаж в моей жизни. А заняться что-то как-то... Были другие ситуации, более такие мелкие, но нет возможности их проверить. То есть также вовне тела я смотрел, как падает человек, например, с дерева, а он при жизни занимается покосом травы и спилом деревьев. Я ему звоню и говорю, так и так, относитесь как хотите. Ну, тоже достаточно хорошее у меня с ним отношение. Я говорю, относитесь как хотите. Я не могу как бы ручаться за эту информацию, но вот есть информация, что вот такие могут быть последствия. Если, говорю, есть возможность, вы сдерживаетесь от того, чтобы лазить на высоту. Потому что, ну, вот могут быть вот такие последствия, там, переломы и все прочее. Человек достаточно далек от этой темы, но очень серьезно к этому отнесся, поблагодарил, сказал спасибо, да, в ближайшие дни я никуда не полезу. Но нет возможности проверить. То есть, соответственно, как ты проверишь, случилось ли бы что-то или нет. Даже когда показывают будущее, его бы не было смысла показывать, если бы не было возможности на него повлиять. Ну, вообще, в принципе. Это мой личный опыт. Почему? Потому что, то есть, когда человек в одном внимании, он на 100%, с моей точки зрения, он на 100% рефлекторен, он на 100% предсказуем, он на 100% на инстинктах, и очень, ну, практически нет вероятности, в принципе, если нет осознанности, нет вероятности, что ты влияешь на свою жизнь, да, то есть, ты просто как бы жертва обстоятельств. Мы так и изъясняемся, когда говорим, я там был там-то, со мной случилось то-то. Или человек точно так же говорит по поводу ночи, мне приснилось вот это. То есть, даже само позиционирование, со мной случилось, мне приснилось, то есть, позиционирование такое, изначально, в принципе, даже в самой формулировке, что ты ничего не меняешь, ты ни на что не влияешь, ты ничего не выбираешь, да. И, соответственно, если говорить вот про вот одно внимание, условно говоря, да, одно целое, то там я убежден, что можно сказать, что есть судьба как таковая. Почему? Да потому что есть набор рефлексов, ну, условно говоря. Да, кстати, был еще такой интересный момент, когда мне говорили, я не знаю, можно вырежешь, когда мне говорили, что процентов 75 живущих на Земле людей, это фактически, они не имеют души. И когда я задал вопрос, ну, опять-таки вопрос никому-то конкретному, да, то есть, эта тема начала как бы разворачиваться, осознавание этого начала разворачиваться внутри меня. И я такой задаю вопрос, как бы, и сам же получаю на него ответ, то есть, такое взаимодействие интересное. Я такой, а зачем, как такое может быть? А мне просто объясняют, говорят, она им как бы не нужна, может, это высокомерно прозвучит, они просто находятся на другом уровне развития, там, где есть поведенческие паттерны и шаблоны реакции, да, вот у него есть там 10 тысяч шаблонов, как у нас есть пословица «бьют, беги, дают, бери». Вот такой же абсолютно принцип, только по поводу всех обстоятельств, их на самом деле не так много, то есть, день сурка, у нас день на день похож. И мне как бы раскрывается понимание, что душа, она не нужна им по причине того, что душа – это спонтанность, это импровизация, ну, вот в том контексте, в котором я сейчас привожу как пример, да, вот. А у них другая сейчас стадия развития. У них стадия развития просто накопление опыта. То есть, вот он украл, ему отрубили руку, запомнил, красть – плохо, еще что-то сделал, еще последовала реакция, еще запомнил. И вот происходит просто накопление, накопление, накопление. Там нет еще той инстанции, которую, я называю душой, да, которая нужна была бы на эту роль. И мне когда вот объяснили, еще показали каких-то таких вот маленьких, как бегемотиков, и на носу такой рок. И говорят, вот типа все вот эти 75% приблизительно, это вот жители вот этих, это вообще, говорит, там, с других, там, то ли галактик, то ли вселенных. Вот. Еще утром проснулся, а у меня много всякой такой информации. Не то, чтобы противоречащие друг другу, ну, вот совсем, вот совсем непонятные, да. Я проснулся и думаю, ну, как к ней относиться, ну, что-то записал. А сам думаю, ну, правда, неправда, так, не так. Так, там, когда там получаешь информацию, ну, лично я, я четко знаю, врут, ну, обманывают, то есть пытаются тебя в заблуждение ввести, да. Или более-менее достоверные, ну, то есть вот именно на ощущенческом уровне это сопровождается. Было полное сопровождение достоверности, вот. Ну, ну, как бы вот так вот я воспринял, не могу ручаться на 100%, но воспринял таким образом. И получается, что, ну, 75% не имеют души, то есть приобретают совсем другой опыт. Ну, и, соответственно, в моем понимании, что если человек в одном внимании, то есть он не работает над осознанностью, которая подразумевается, там, как раздвоенная, расстроенная, да, и дальше, вот, то судьба, можно сказать, что она есть. Ну, то есть это по моему, то есть это вот все опыты, которые были, вот они меня привели к таким выводам, скажем так, да. Вот почему? Потому что человек предсказуем на 100%. Он рефлекторен, соответственно, он предсказуем, соответственно, речь не идет о том, что он влияет или управляет своей жизнью, своими, та самая. Вот. Когда речь заходит, что человек уже осознан, он фактически приобретает, как право админа, так сказать, над своей жизнью, да, то есть в моей личной интерпретации. Соответственно, он, он может, как в ситуации, за счет осознанности по-другому реагировать, по-другому себя вести, то есть рефлексия его уже не порабощает, то есть он, как в этой жизни, как вот в тренировочной площадке, может за счет осознанности отыгрывать нерефлекторно, ну, условно говоря, да, то есть там, не знаю, там конфликт какой-то случился, ты не в драку кидаешься, а ты просто сидишь и за счет осознанности понимаешь, что это все тренировочная площадка, это все игра, ты контролируешь эмоции, ты контролируешь мысли, ты контролируешь свое поведение. А что это? Это и есть изменение фактически, ну, относительно той ситуации, если бы ты был рефлекторен, да? То же самое там. Соответственно, когда мне там что-то показывают, я понимаю, что не было бы смысла показывать, если бы у меня не было возможности менять. Другой момент, о ком идет речь, обо мне или о человеке, о близком? Если о близком, ну, грубо говоря, да, то единственное, что я могу сделать, это я могу просто этот импульс передать, то есть я могу ему рассказать, что вот был у меня такой опыт, где я тебе там видел вот это, вот это. Все, и на этом заканчивается, я никогда не полезу в жизнь другого человека что-то делать за него. Если речь идет обо мне, то я убежден, что менять все-таки можно. Менять можно именно в аспекте, то есть словарный запас мой заканчивается. В общем, для меня в какой-то момент день и ночь стали это вот как ты в кафе приходишь, тебе дают меню, ты из него выбираешь, потом ты ждешь, а потом тебе приносят то, что ты выбрал. Вот фактически ночь – это тонкое пространство нематериальное, то есть там, где нет, условно говоря, времени, где все материализуется мгновенно, там ты как бы заказываешь в меню, а явь, день, так сказать, да, бодрствующее состояние в материальном мире – это то место, где тебе приносят все то, что ты поназаказывал. То есть ночью мы заказываем, днем мы получаем то, что мы поназаказывали, условно говоря. Вот, соответственно, контроль там, даже если тебе показывают конкретные обстоятельства, да, осознанность там, это очень сложно объяснить, то есть будет у тебя такого уровня осознанность, точнее не будет никакой, ты воспримешь как сон, и можешь повесить ярлык, что это вещи, сон там или еще что-то, да, а эту же точно ситуацию, если тебе только хотя бы двойное внимание, хотя бы, я молчу за тройное, да, вот, то ты в принципе ее, она меняет вся эта ситуация, она по-другому развернет вся в зависимости от твоего состояния, осознанное, неосознанное и насколько осознанное, да, вот. То есть было такое, что там надо мной, ну, скажем так, при определенных обстоятельствах, там конфронтация, так сказать, очередное имело место быть, вот, а там убежденность, там, ну, вот, как сказано в Библии, да, или где там, по вере вашей это будет вам, вот там вера все рулит, вот если я знаю, что я сильнее, я сильнее, если только ты продемонстрировал, ну, условно говоря, большую степень убежденности, что ты сильнее, и мою веру надломил, то все, хлоп, мы меняемся местами, я становлюсь жертвой, ты агрессором, условно говоря, да, вот. То есть, соответственно, это же я демонстрирую, ну, проговариваю для чего? Для того, чтобы попытаться объяснить, что обстоятельства точно так же по-разному, это, то есть человек в одном внимании воспримет как сон, и вот так, вот так, вот так они произойдут, а если в этот же момент снизойдет, ну, условно говоря, осознанность, ну, если взять во внимание, что уже есть определенный навык, да, то эта осознанность, она развернет обстоятельства совсем в другую сторону, а у третьего человека, там, или, ну, в третьем случае с третьей степенью осознанности я вообще вот так вот все схлопываю и прекращаю, там, ну, условно говоря, какие-то обстоятельства, да, То есть я считаю, что менять можно, иначе бы не было смысла нам вообще, ну как бы, но опять-таки это вопрос терминологии, то есть нам показывают, ну в какой-то момент я понимаю, что ты показываешь, в какой-то момент мне говорили, да ты сам все это смотришь, вот все, что тебе удалось вот эту картографию составить, это и есть эквивалент результата твоих усилий, твоей целеустремленности, это не мы тебе показываем, это ты приходишь и смотришь, вот настолько ты целеустремлен, настолько ты упёрт, настолько ты трудолюбив, настолько ты по этой цели работаешь, так сказать, вот столько ты до сегодняшнего момента и посмотрел, И никто тебе там, условно говоря, да, там могут быть помощники, подсказчики, еще что-то, но это эквивалент твоей целеустремленности, твоего упорства, твоей работы, скажем так. Поэтому я убежден, что если речь идет про осознанное восприятие, скажем так, действительности, то менять можно. Но не факт, что каждый на это способен. То есть это эквивалент уровня твоей осознанности в жизни и, как следствие, твоей осознанности там. Если ты можешь, ну не то что похвастаться, но как бы понимаешь, что у тебя уже получается, ты понимаешь, что да, менять можно. Как часто я сейчас выхожу в 2024 году, да? Соответственно, не могу сказать, что может максимум 2-3 раза в неделю. Фрагменты, которые, скажем так, утром я четко помню, они все связаны непосредственно с моей жизнью. То есть вот с решением вопросов, конкретных, там, тех задач, которые я перед собой в жизни ставлю. То есть это уже давно не имеет характер туристический, там, еще что-то. Я не вовлекаюсь в эти все истории, скажем так. Соответственно, 2-3 раза в неделю только прикладной аспект, только те вещи, которые вот по жизни меня ведут. И, соответственно, я могу… Это не стопроцентный контроль, далеко не стопроцентный. Но какие-то вещи открываются в зависимости от того, насколько мне важно решить этот вопрос. То есть вот эта именно важность, узнать ответ, решить вопрос, она, как правило, диктует результат. И чистоту этих опытов. Материальные ценности, которые здесь часто нам кажутся важными, там они зачастую в 95% случаев таковыми не являются. То есть там идут больше задачи, как я сам их для себя понимаю. То есть задача… Но у меня практически, если быть честным, у меня сейчас практически все упирается в эту игру под названием осознанность. Потому что осознанность, она многоуровневая. Она… Это термин очень сложный. То есть я там… У меня там свои классификации, уровни. Вот. То есть я вывел некое такое состояние, слово «состояние». Да? Я его в другом, ну, в своеобразном контексте употребляю. Вот. То есть в моем понимании, вот как можно подключить электроэнцефалограф или кардиограмму. То есть в каждый момент времени, чем бы человек ни занимался, если подключить ЭКГ, да, будет сниматься кардиограмма. Если подключить энцефалограф, будет сниматься частота наших активностей головного мозга. Вот. Соответственно, у меня тоже вот на фоне всего вот этого, скажем так, опыта, я пришел к тому, что есть некое состояние. Оно как квинтэссенция умственной деятельности, чувственного уровня и ощущенческого. Ощущенческий из пяти органов чувств, да, чувственной, так называемой, душа, вот, и мыслительная деятельность. И вот эти, скажем так, три источника, они сливаются воедино и дают нам некое состояние. И это состояние своего рода создает реальность. То есть, и, я не знаю, понятным ли я языком говорю, вот, но своего рода создает реальность. И я четко понимаю, что осознанность, опять-таки, одинарное внимание, раздвоенное, расстроенное, расчетверенное. То есть, вот это вот движение от одинарного в сторону расчетверенного, где бы я не находился, на каком бы интервале я не находился, как бы у меня не получалось лучше или хуже, скажем так, да, это вот все идет как раз к тому, что ты замыкаешь потом одно внимание на мыслительную деятельность, так называемая, пресловутая остановка внутреннего диалога, мыслительного процесса, да. Второе, ты непрерывно, это все непрерывно и одновременно. То есть, вот почему раздваивание, расстраивание. То есть, одно здесь, второе на, скажем так, на чувственном уровне, и третье на ощущенческом. И когда ты три этих этажа одновременно, не то чтобы держишь под контролем, речь не про контроль как усилия, а речь про управление. Это другой аспект. Вот когда ты третьего этажа одновременно держишь под контролем, ну, управляешь ими, да, получается, ты как будто выпадаешь, как это сложно объяснить, выпадаешь из того, как обычная реальность существует. То есть, ты как бы становишься, ну, громко сказано админом, у меня не так уж хорошо это получается, и далеко не всегда я могу похвастаться, но мне давали понять, как это устроено. То есть, ты как бы выпадаешь из системы, можно сказать, ну, вот если так своими словами. И вот, поэтому вот это состояние, то есть, ну, я могу четыре часа только давать классификацию того, что я подразумеваю под словом осознанность. И то есть, вот эта вот, получается, вот игра, она как бы, либо ты жертва обстоятельств, ну, грубо говоря, да, это самое, либо ты управляешь. Управляешь, окей, а чем я управляю? То есть, что я должен в себе менять, как я, что, что я должен настроить, да, за счет чего на меня по-другому реагирует пространство, на другой событийный ряд случается с тобой, да, вот. И вот выявляя, классифицируя, упорядочивая, там, делая картографию всех этих вещей, вот, я и живу, то есть, для меня эти реальности и слились. И мы идем в кучу именно в понимании того, что это все одно. Да, то есть, если я могу в любой момент времени, ну, условно говоря, нет, не то, чтобы я могу, у меня этот навык не настолько развит, но я знаю, что человек может в любой момент времени эту реальность покидать, ну, то есть, точкой своего восприятия, да, возвращаться. Покидать, возвращаться, то есть, это все одно, это все одна реальность, вот. И те цели, которые мы здесь, если говорить про материально ориентированного человека, те цели, которые мы здесь ставим, там, не знаю, квартира, машина, когда ты выходишь туда, они не то, что даже смешными кажутся, они, в принципе, зачастую в 95% случаев ты о них даже вспомнить не можешь. Потому что это не то, что на самом деле важно. Это не то, ради чего, ну, с моей точки зрения, наша душа приходит. Это не тот опыт. Это вот то поверхностное, на которое мы купились, не смогли пройти мимо, и оно там поработило нашу сущность, личность, точнее даже. А там, когда выходишь, там задачи возникают. Задачи, 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 для чего ты сюда пришел. То есть, ну, словом осознанность я могу как бы обобщить, объединить. Но потом есть притча одна, где к мудрецу, там, где-то в Индии приходят с разными вопросами, а он всем говорит одно и то же. Делай, ради Бога, там, кто-то говорит, хочу бросить курить. Да курь, ради Бога, только осознанно. Второй говорит, я хочу там перестать жене изменить. Да изменяй, ради Бога, только осознанно. Ну, и так он отвечает каждому. И его ученик заподозрил в том, что он плохой учитель, что на самом деле не может им ответить всем этим страждующим на их вопросы. И предъявил ему в какой-то момент, говорит, я понял, что ты, говорит, вообще, собственно, не учитель, а иначе как ты можешь так отвечать? Он говорит, ну, говорит, представь, что, говорит, всем снятся разные сны, а я каждому говорю, да ради Бога, проснись. Просто проснись. И сон мгновенно как бы прекратится, да? Вот так и тут. То есть в моем понимании структурном слово «осознанность», оно настолько многогранное, что как бы это путь к пробуждению, то есть вот этого движения на пути к осознанности, да, то, что я называю расчетверенным вниманием, вот, это как раз-таки путь к пробуждению. А пробуждение само по себе, оно подразумевает закрытие всех, ну, не то что всех, а тех задач, которые стоят перед человеком. А перед нами там могут разные задачи в той или иной степени стоять. Вот. А осознанность, она вот как в той притче «проснись», вот так же и с осознанностью. Ты осознайся, и ты фактически увидишь все. И те грабли, на которые ты изо дня в день наступаешь, и ситуации, и день сурка, и все это станет очевидно. И осознанность, она такой вот универсальный инструмент, над которым я и тружусь. В данный момент дневник сновидений, честно, я не веду в рукописную, ну, в смысле, не фиксирую письменно. Раньше я писал, потом я печатал, и потом я перешел на диктофон. То есть для меня оказалось, наговорить – это в разы проще, быстрее, эффективнее. Когда я наговариваю, я передаю эмоциональное состояние. И потом, правда, это крайне редко случается, но если я возвращаюсь к прослушиванию, то меня это реально переносит, потому что я интонационно, особенно вот по свежику, да, на утро, я фиксирую не только текст, но еще и интонационно раскрашиваю, и, соответственно, я как бы фиксирую это состояние. И потом, спустя там и год, и два, и три, переслушиваю, я как пух, сразу как перелетаю в то состояние. Но, честно говоря, в последнее время я просто уперся в то, что я не касаюсь этих записей. То есть у меня было такое, что у меня просто вот там очень скучно мне было, я сел, открыл компьютер, начал переслушивать, ну что-то пересчитывать, что-то переслушивать, и понимаю, что да, окей, у меня их там, я не знаю, там, ну, может, не по тысячу, но много, скажем так, этих записей. Но это в минимальной степени все равно откладывается в подсознании, это все равно меняет картинку мира, это достраивает, скажем так, то понимание, как это все устроено, оно постоянно меняется, меняется, и возвращаться к тем, к первым записям, это как пытаться влезть в свои детские штанишки, скажем так. То есть тогда это было вау, тогда это было очень круто, а сейчас это, ну да, здорово. Поэтому я в какой-то степени фиксирую на диктофон только самое важное и очень лаконично. Если раньше я это пытался вот подлиннее растянуть, там, передавать все эти краски, там, чтобы это вот как-то вот так вот, то сейчас это там тын-тын-тын-тын-тын, нет слов, суть отразил, все, до галочки. И то, я даже толком не понимаю, для чего я это делаю, в плане того, что, скорее всего, в какой-то момент все просто будет бессмысленно. Я вообще до знакомства с тобой был уверен, что я никогда не заговорю на эту тему. Причем люди мне так или иначе говорят, а что ты книгу не пишешь? Я там один случай в красках рассказал человеку, глаза такие, а ты книгу написал, нет. А почему? Я говорю, а зачем? Я говорю, существует такой-такой автор, все, все, кто знают, они докопаются до сути. Все, кто пытливые, все, кто целеустремленные, они докопаются. Это не 60-е, когда можно было думать, что у тебя эпилепсия. А мой личный опыт, говорю, я не вижу в нем никакой ценности для того, чтобы его как-то пытаться упаковать. Очень многие говорят об одном и том же. Не то, что об одном и том же. Детали-то, понятно, разные, путь разный, опыты, выходы разные, все разное. Но это же не развлекательный контент, с моей точки зрения, где ты вечером посмотрел хороший фильм, а тут ты вечером послушал записи какого-то конкретного практика. Да, есть момент, что это помогает, особенно перед сном ты настраиваешься на определенные частоты, увеличивается вероятность, что тебя самого выкинет, осознанность случится и все прочее. Ну, не позиционировал я это никогда как ценностью. И вот вывернуть полностью душу наизнанку, то есть я понимаю, что не вывернуть, да, это будет как немножко беременной. То есть получается, что ты как бы дай, какая-то картография прорисуется, какие-то моменты будут, наверное, ценными, скорее всего, может быть, не знаю, для людей. Ну, тот, кто на этом пути, да. Вот. Но без вот этой второй половины того, что лично, того, что я как бы не хочу оглашать ни при каких обстоятельствах, картинка как бы неполная. Это, знаешь, как вот чуть-чуть-чуть беременный, так не бывает. Так и тут, с моей точки зрения. Ну, может быть, это во мне говорит тот идеалист, который вот видит это как либо так, либо никак. Как? Не знаю. Как? Не знаю.